Музыка Какая суть? Сейчас мы расскажем немножко о башне, потом поднимаемся на 35-й, там я рассказываю еще больше о башне. Потом мы поднимаемся на 62-й этаж, там ресторан, там самый верх, там самая крыша, там я вам рассказываю еще про остальные башни, про Москву. И если у вас какие-то вопросы возникают, то меня сразу спрашивайте, потому что я могу закопаться в каких-то технических подробностях, кому интересно, кому не интересно, если не интересно, сразу говорите. Окей? Да. Отлично. Итак, все, наверное, ориентируются, что мы строим здесь в Сити только башню Федерации, а не все Москва-Сити. Ну, слава богу, те люди, которые работают, они знают, потому что многие думают, что Болонский и его компания строят вообще все Москва-Сити. Итак, мы здесь строим башню Федерации. Федерация состоит из двух башен. Башня Федерация Запад, башня Федерация Восток. Запад, 62 этажа, 243 метра. Сегодня мы окажемся на 35-м, это департамент продаж, и на 62-м, на самом верху. Полностью построен, полностью осеклено, работает, все там отлично, замечательно. Башня Восток. Будет 93 этажа, 360 метров. На данный момент 66 этажей. Это та башня, в которой мы сидим, в которой мы строим, в которой наш большой дом. Там сейчас два крана, 500 человек, скаляющая палка, и она очень бурно строится. Башня имеет общую силобатную часть. Надземная ее высота 7 этажей, подземная минус 4 этажа. В силобатной части, на надземной ее части расположены офисы, на подземной части расположены минус 4, минус 3 технические этажи, там расположены кладный центр, теплоцентр, водоснабжение, кондиционирование, электроэнергии, дизель-генераторы и прочее, 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 прочее. Много очень всего нужного для обеспечения жизни здания. Минус 2, минус 1 этажи, это те этажи, которые соединяют весь сити. Здесь расположены переходы в Афимол, в другие башни, в различные входные группы, зоны ритейла. В частности, мы сейчас с вами на четвертом этаже, который был минус 1-й, стал четвертым. Итак, центральный шпиль между двумя башнями высотой будет достигать 506 метров. Именно благодаря ему башня будет самым высоким зданием в Европе. На момент постройки это декабрь 2019 года. В шпиле будут ходить 3 стеклянных панорамных лифта со скоростью 14 метров в секунду, которые будут доставлять всех желающих на 89 этаж и смотровая площадка. 360 градусов обзор. Шпиль будет до середины бетонным, после середины стеклянным, потому что в лифтах специальные створки будут, которые будут открываться, и вы будете видеть, как под вашими ногами масло уменьшается. Это очень классно и очень круто. Те, кто не катался на подъемниках, поверьте, это очень классно. Это те же подъемники, но в 7 раз быстрее. Итак, башня до 46 этажа полностью офисная. И по этим офисным этажам входит офисный лифт. Вот эти вот части офисных лифтов, которые вы видите с B7 по B11, они офисные. Тавтология, класс. В чем их суть, в чем их особенность? Все дело в том, что они твины. В одной шахте два лифта. Система называется twin. С английского в переводе «близнецы». В одной шахте два лифта один над другим. Ездят независимо друг от друга. То есть верхняя кабина может ехать вниз, нижняя кабина при этом может ехать вверх. Именно поэтому в лифтах нет кнопок. То есть вы заказываете этаж, который вам нужен, вы нажимаете, система говорит, на каком лифте вы поедете. Она сама понимает, какой вам подогнать кабину. Здесь в лифтах есть коврики с указанием в день недели. Но фишка в том, что эти коврики лежат в нижних лифтах. То есть вот это приехала кабина, это приехала кабина верхняя. Здесь коврика нет. А это кабина нижняя, здесь верхняя, здесь коврик есть. Очень часто бывает такая ситуация, что вы приехали на этаж, вы ошиблись, нажимаете другой этаж, вам приходится открываться двери того же лифта, а коврика нет уже. И поэтому, да, очень многие гости реально пугались, как так, почему убрали коврик. А на самом деле две разные кабины. Это уникальная система в седьмом году была впервые поставлена у нас, потом в мире она очень активно использовалась. Но именно благодаря ей центральное ядро, где расположены все технические составляющие башни, уменьшили на 30%. То есть на 30% больше стало свободного помещения, как пригодного для жилья, использования офиса и так далее. Да, что такое макета? Это макета, это так называемый мирекс-город. Это Москва, только сжатая до размеров прямоугольника. Сжатая так, чтобы на ней вместились все объекты, которые мы уже построили, которые мы только строим, и которые мы только планируем строить. Давайте вкратце пробежимся про них, по ним потом обратно вернемся к федерации. Итак, те объекты, которые появились самые первые, объекты жилые, которые мы строили в Москве, самый первый объект это Корона, жилой комплекс. Мне трудно догадаться, почему он так называется. С ним соседствует М-парк. У них огромная общая территория, свой водоем, свой зоопарк, свой заповедник. Ну, у них все очень хорошо. Дальше, Кутузовская ривьера, Золотые ключи 2, коттеджный поселок И, форт Кутузов, это то, что есть из жилья. С другой стороны, дом на Таганке, если вы посмотрите, он там маленький и желтенький. Бизнес-центр Поллорс, бизнес-центр Европа Билдинг, это офисное, что есть. Теперь то, что мы строим. Федерация и Плаза. Вот она, Плаза. Вот эти вот раз, два, три, четыре башенки. Построена сейчас эта башенка полностью, и эта до уровня 14-го этажа. Корпус Д построен также полностью. Корпус С на уровне котлована. Мы его передали, и его теперь строит стройгаз. Теперь то, что в планах. Многофункциональный комплекс на территории завода имени Казакова. Есть такой завод имени Казакова, который рядом с Плазой, который сейчас очень долгое время уже не используется, сдается со всяких склады, в аренду и так далее. Концептуальная идея на его месте построить офисный центр и жилой центр. Пока это только в проекте. Далее. Paradise Living, Новорижская ривьера и Рублевская ривьера, это также проекты, которые сейчас находятся только на уровне документации. Итак, башня Федерации. Мы сейчас с вами на 35-м этаже. Вот здесь, в Западе, это департамент продаж. Поднимемся на 62-й. До 46-го этажа обе башни офисные. Выше 46-го этажа располагаются апартаменты. И навершие каждой башни, оно уникальное в плане предназначения этажей. В башне Запад 60-й и 61-й этажей, это Sky Club, фитнес-волнесс-центр. 62-й этаж, это ресторан. Ресторан под управлением Ninja Project. Называется он SX, сегодня с вами туда поднимемся. В башне есть технические этажи, так называемые аутриггерные. 33-й, 47-й, 62-й и 88-й, 87-й. Высота потолков на каждом этаже 3,8 метра, высота потолков здесь 6 метров. Они полностью не жилые, они предназначены исключительно для обеспечивания самого здания. Здесь расположены лифтовые пусковые, здесь расположены системы воздухозабора, кондиционирования и так далее. Но почему название такое аутригерное, почему не просто техническое? Все дело в том, что они перераспределяют нагрузку между разными частями здания. То есть, по идее, обе башни в плане треугольные. Кому не видно, можете ближе подойти. Они треугольные в плане, то есть фронтального ветра резкого никогда сильного не будет, потому что в любом случае он покасательно будет обтекать башней. Но даже в этом случае, если резкий сильный ветер на башню наверху действует, то башня, по идее, должна отклоняться. Как только отклонение доходит до аутригерного этажа, то есть горизонтальное отклонение доходит до него, он преобразуется в вертикальное. Таким образом башня сама себя уравновешивает. Грубо говоря, это мощный амортизатор башни. Они выполнены без единого сварного шва, они выполнены из мощных металлических конструкций, и именно его так долго мы собирали на башне Восток. То есть довольно-таки малое количество подрядчиков могут с ним справиться, потому что технологии действительно уникальные, и поэтому так долго и мучительно мы его собираем. Сейчас, слава богу, он собранный, и теперь будем строить Восток с 3 этажа в месяц. Надеемся, и все у нас будет хорошо. Теперь по поводу рекордов Гиннеса. Башня неоднократный рекордсмен и Гиннеса, и остальных рекордов. Номинации и призов. Самая большая в мире фундаментная плита, залита под башней Запад, 12 тысяч кубических метров бетона. В перерасчете это 4 метра сплошного бетона, ну, стена бетона 4 метра, огромная-огромная плита. Заливали трое суток, заливали зимой, заливали непрерывно, подъезжали бетоновозу, выливали бетон, бетон специально подогревали, чтобы он раньше времени не схватывался. Приезжала комиссия с книги рекордов Гиннеса, все замерила, сказала, да, у вас самая огромная в мире плита. Счастливые и довольные, с рекордом обладаем, однако под башней Восток 14 тысяч кубических метров бетона. Но его мы не фиксировали, потому что один же рекорд есть, второй раз вызывать людей, уважаемых, как тоже не комильфой, поэтому им мы особо не позиционируем его, потому что он не подтвержденный. А подтвержденный рекорд, да, у нас есть. Далее, самые большие в мире электронные часы расположены на башне Восток, вот здесь, ориентированы на Кремль, чтобы все государственные чиновники могли сверять свои часы с нашими точными. 20 метров в длину, 12 метров в высоту. Светит отлично, видно очень далеко, сам лично проверял, если в нужном быть углу, то даже с третьего кольца, с другой стороны, можно увидеть наши часы. Далее, 2008 год, приезжал к нам телеканал Discovery, обмерили, замерили всю башню, везде лазили, выпустили 20-минутный фильм по поводу нашей башни и признали, и в этом же году башня стала самым безопасным в мире зданием. Почему? Есть огромное количество систем безопасности, которые есть, здесь есть пассивные, активные и так далее. Но основная особенность в том, именно в конструкции башни. Судя в том, что башня была запроектирована уже после 11 сентября 2011 года, и была запроектирована с расчетом того, что могут быть какие-то нестандартные ситуации, которые, в принципе, никогда не рассчитываются, но они могут быть. Башня построена по принципу центрального ядра. Центральное монолитное железобетонное ядро в восторге каждой башни. Бетон, используемый здесь, марки B90. Что это значит? Это значит его прочность. Для сравнения, все монолитные работы, все монолитные высотки, скажем так, которые сейчас активно строятся в Москве, строятся из бетона марки B60. Обычные 5-7 этажки строятся в стройе Лисии из бетона марки B30. Эта цифра в конце значит его сопротивление на сжатие. То есть в три раза у нас башня прочнее, нежели чем большинство из домов, которые есть в Москве. Центральное ядро, которое есть, проходит через всю башню, и на него уже, как на детскую игрушку-пирамидку, нанизаны этажи. Каждый этаж независим друг от друга, они зависимы только от центрального ядра, на него крепятся. Внутри ядра расположены все коммуникации, лифтовые шахты, лестничные пролеты, электроэнергия, газоснабжения, водоснабжения и так далее. Все-все-все находится в ядре. Этаж уже, когда вы на нем окажетесь, если вдруг там будет у вас прогулка по востоку, по башне, которая сейчас строится, то вы увидите, что этаж на 30-60 градусов, по нему можно гулять. И на него выводятся только подводы, электричество подводы, водоснабжения и так далее. И в случае чрезвычайной ситуации, наверняка вы догадываетесь или знаете, что очень опасно в высотном строительстве, когда пожар перекидывается из этажа на этаж, когда его нельзя локализовать. Здесь тоже есть огромное количество мер безопасности, но основная из них – пожар очень хорошо распространяется по проводам. Наверняка все знаете, у кого автомобили есть, тоже знаете. Здесь такая ситуация, если на этаже пожар, то обрубается все электроснабжение, и люди должны оказаться в центральном ядре. Как только они оказались в центральном ядре, им нужно добраться до ближайшего аутригерного этажа. Они расположены с шагом 12 этажей, соответственно, максимум 6 этажей, вверх или вниз нужно преодолеть. Оказались на аутригеру, он полностью защищен от пожара, в какой бы части здания он ни происходил. Внутри ездят два лифта пожарных, на которые пожарные расчеты поднимаются и забирают людей уже с аутригеров. Теперь я вас просил запомнить колонны. Запомнить колонны, и если вы ближе подойдете, я вам их покажу. Помимо центрального ядра, еще в каждой башне три круглые колонны, расположенные в углах. Раз, два, три, здесь раз, два, три. И порядка 25 прямоугольных. И вот если это башня запад, это башня восток, то круглая колонна, которую вы видели, была вот эта. А прямоугольная была вот эта. То есть факт в том, что на силобатной части свободно между башнями можно передвигаться. И наверху между башнями можно будет передвигаться по двум или трем переходам между башнями. Итак, в случае пожара, у нас работает сплинкерное пожаротушение, и по всему периметру, перед окнами возникает стена воды. Вот если вы зайдете сюда, посмотрите, вот здесь большое количество сплинкеров расположено. И просто здесь брызгает постоянно перманентность стена воды. Таким образом пожар не распространяется на этаже выше. Его элементарно надо локализовать и потушить. Фасады. Фасады наши тоже очень интересные. Все дело в том, что их нам делала компания китайская Юанда. Делали на совесть, делали быстро, но что хочется сразу отметить, это то, что они нестандартны по ширине. И вы запомните эту ширину, если вам окажется доведется оказаться в любом другом небоскровии, просто сравните. В основном стекла где-то они вот так, я точно вам не скажу размеры, но они меньше раза, ну не в полтора, если то, не знаю, там на 30% меньше. Потому что это стандартные стекла. У нас они нестандартные, когда вы подходите вот так вот, даже близко к фасаду, то у вас не возникает ощущение чистокова. То есть вы видите панораму, которая происходит вокруг, и если у вас апартаменты получили 300 квадратных метров, то вы понимаете, на что вы отдаете деньги, а не просто упираетесь в одно маленькое окошко и смотрите на мазку. Помимо этого, стекла трехслойные, полностью между слоями заполнены инертным газом-аргоном. Это инертный газ, который обладает очень низкой теплопроводностью, и когда на улице безумно холодно, у нас тепло, тепло не уходит от нас. Когда на улице безумно жарко, у нас прохладно, и у нас не происходит выбросов тепла в атмосферу. И именно поэтому башни настолько любят зеленые, что мы там не загрязняем атмосферу. По поводу окон также. Очень много вопросов было по поводу их надежности. По поводу того, что они не рассыпятся, не расколются и так далее. Все дело в том, что они триплексные, каждый из слоев, и даже если какое-то сильное воздействие на окна оказывается, то они не рассыпятся, они подрываются только в маленькую трещину, но все свои функции несут. Мы сейчас с вами в облаке, поэтому вы смело можете сказать друзьям, всем знакомым, что вы трогали облака и находились в них. Но на самом деле здесь, мне кажется, часа через два, и они уже рассосутся, и будут гораздо прозрачнее виды. Итак, что это такое? Это форточки. Форточки на гидравлическом приводе, да, называются они грамотно-фрамуги. С чем их особенность? Дело в том, что в небоскровах, в принципе, никогда вообще не открываются вот так вот окна. К максимуму, что там происходит, можете посмотреть на горы столиц, там вот такие маленькие бойницы, они либо выезжают вот настолько, либо они под углом открываются. Это предиктовано соображением безопасности и прочее, прочее, прочее. Ради этих рамук мы очень долго боролись со всеми службами, очень большое количество замечаний и так далее, исправлений делали, чтобы у нас все безопасности делали, чтобы у нас они открывались. В итоге они у нас открываются, мы можем дышать свежим воздухом городским и хвататься всем, что мы трогаем облака. Почему я сказал свежим городским воздухом? Дело в том, что по исследованию ученых выше 46-го этажа не поднимается грязь, смок, пыль от города. Я в это не мог никогда поверить мозгом, понимая, что газы они легкие, они поднимаются наверх и все. Пока здесь два года назад, летом во время пожаров по России не очудился. Там внизу все ходили как в тумане, как в дыму. Наверх поднимаешься, тоже тот же дым, но внизу четко под тобой видно, на 30-60 градусов во все стороны черная-черная пленочка расходится. Это как раз все эти тяжелые газы, которые от города поднимаются, выхлопные и так далее, и так далее, и так далее. И тем самым здесь у нас воздух гораздо чище, нежели чем внизу, в котором мы постоянно дышим. Так что сеансы иногаляции, можете подниматься сюда и каждый день устраиваться. Кстати говоря, когда Орикотто говорил, забыл упомянуть, что у нас самый высотный, да, в Европе бассейн. На уровне 61-го этажа, 230 метров над землей. Глубина его 1,55 метра, в длину 25 метров. Постоянная температура 28,5 градусов. Расположен он у нас в фитнес-центре. В этом фитнес-центре на 60-м этаже большое количество бань, саунг, хамамов, тепидариум даже есть, это римская такая парная. Все они с видом, у всех у них одна стеклянная стеночка с видом на город. Все замечательно, приятно и с полезным. Помимо этого, на 61-м этаже расположена спа, установка искусственного солнца, которых 5 в мире одна у нас, установка тропического дождя. Ну, в общем, там, друзья, там замечательно. Теперь по поводу лифтов. Это лифты, на которых мы с вами сначала ездили в офисные, это Твины, скорость их 6 метров в секунду, эти лифты и клифты скорость 10 метров в секунду. Но не с каждого этажа на каждое можно уехать. Если камера сюда ближе подойдет, я покажу на камеру, а вы увидите сами. Синие этажи, те этажи, на которые любой человек может уехать. Серые этажи, те этажи, те этажи, которые заблокированы. Зачем это делается? Здесь некоторые этажи есть, которые укупают полностью собственность человека, он, понятное дело, не хочет, чтобы у его апартамента кто-то вообще в принципе находился. Поэтому есть специальные карточки, которые открывают нужные вам этажи. У кого-то открывают один, два этажа, а у кого-то практически все этажи. Ну, разные зоны размещения безопасности. Так же, как у вас карточки на проход, да, с куды вот эти вот, то есть карточки на лифт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова